Поэтический сборник автор посвятил своей супруге и музе Елене, с которой прожил два десятка счастливых лет. В наше такое сумасшедшее компьютерное время, когда многое измеряется деньгами, машинами, счетами, биткоинами, когда с ног на голову перевернулись человеческие ценности, очень приятно сознавать, что в мире существуют еще нормальные человеческие чувства. Любовь, нежность, преданность, верность. И вот все эти чувства, они не где-то в облаках находятся, а эти чувства между двумя людьми, которыми хорошо знаешь, которым испытываешь глубокое уважение и глубокую симпатию. И от этого становится на душе так светло и радостно, и приятно. И вот эти все чувства, любовь и нежность, они собраны в одной вот этой, казалось бы, маленькой книжечке, но книжечке, которая на самом деле необъятна. Стихи, представленные в сборнике, о любви, верности и таком простом, и в то же время данном не каждому семейном счастье. В протяжении многих лет я писал разные совершенно вещи, в стихах и в прозе, но с каждым годом понимание того, ради чего вообще стоит писать, оно становилось все более отчетным. И вот спустя 20 лет совместной супружеской жизни, я решил сделать своей любимой женщине такой подарок. Поддержать коллегу по творческому цеху собрались многие известные поэты Орехова-Зуева. И каждый отметил, что выход новой книги, несомненно, знаковое событие в литературной жизни города. Чрезвычайно рад вот такому обстоятельству, что он, в общем-то, собрал в эту книгу стихотворение, написанное в разные годы, на которой посвящена одной, я считаю, самой прекрасной теме, теме любви и все стихи посвящены одному человеку, замечательное явление. Вот я думаю, что это очень достойный поступок поэта и мужчины. Благодаря ему вышли три альманаха Орехово-Зуевской поэзии и литературы. Благодаря ему вышел сборник Аркадия Кошлева, который был собран буквально из нескольких тетрадей. И никогда стихи в таком формате, в таком объеме, стихи Аркадия Кошлева не публиковались. Благодаря ему вышло несколько сборников Андреева-Сележарова Леонида. Хорошего поэта, может быть, трудного в общении человека, но, безусловно, хорошего поэта. Я построил высокую башню из осколков несбыточных грез. Мне казалось, что это не страшно, то, что сны мои ветер унес. Я развеял ночные сомнения и расстался с заветной мечтой Отыскать среди тысяч растений тот волшебный цветок голубой. Я не верил, что утро настанет на одной из печальных планет. Но на миг в предрассветном тумане мне привиделся твой силуэт. Я искал тебя долгие годы. Ты пришла из далекой страны, где в озерах прозрачные воды отражают сияние луны. Ты сказала, проснись и послушай, эта жизнь лишь дыхание цветка. Я отдам тебе сердцу и душу, но будь верен моим лепесткам. И с тех пор я не знаю покоя. Путь к тебе несказанно далек. Я навек очарован тобою. Голубой недоступный цветок.